Мы продолжаем изучение жизни Иисуса. После Судьбы был праздник иудейский. Мы читаем с 5 главы Евангелия от Иоанна, с 1 стиха. По всей видимости, праздник Пасхи. И пришел Иисус в Иерусалим, езжи в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, или Бейт Хесед, при которой было 5 крытых ходов, и в них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. На самом деле, достаточно большой отрывок до, наверное, 47 стиха. Ну, собственно говоря, практически вся глава. Я, опять-таки, не буду повторять вам содержание. Вы все прекрасно знаете это содержание. Проблема, которая в этой связи возникает, это власть Иисуса или власть Мессии над Шаббатом, или власть Мессии над Субботой. Представьте себе ситуацию, где были в Иерусалиме овечьи пруды, или овечья купальня, Бейт Хесед, или Дом Благодати. Лежит огромное количество больных, расслабленных, смердящих людей, больной 38 лет. И все, чем они заинтересованы, это, конечно, каким-то образом исцелиться. Раз какое-то время ангел возмущает воду, и кто первый, естественно, прыгает туда, не обращая внимания на субботу или ничего. Надо понимать статус субботы уже в те времена. Помни день субботний. Это как бы основная заповедь. И к ней было буквально несколько, например, не делать работы, причем творческой работы, не делать мулаха, отличайте, пожалуйста, от работы обыкновенной. Или, например, не зажигать огонь. Буквально несколько заповедей. Но ко времени жизни Иисуса, не фарисей, а книжники, и, в общем-то, предшествующим, выработали около полутора тысяч правил, каким образом надо соблюдать или не надо соблюдать субботу. Естественно, что никто не мог их запомнить. Параллельно с этим была другая школа, которая говорила, да, конечно, субботу надо соблюдать, но такое понятие, как пикуахнефеш, или забота о жизни человека в его исцелении, которая говорила, что в субботу можно исцелять. То есть я еще раз хочу подчеркнуть, что в это время не было совершенно однозначного понимания, вот можно или не можно. Поэтому все споры Иисуса с фарисеями, или с книжниками, это не были споры урасно всегда установленного закона с неким революционером. Они просто высказывали две различные точки зрения. Обратите внимание, что когда Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и иди, и он-то сейчас выздоровел, взял постель свою и пошел, было же это в день субботний. Но иудеи, то есть в данном случае Иоанна, Иоанн часто использует термин иудеи не по отношению ко всем евреям, а к начальникам еврейским или учителям еврейским. В данном случае они им говорят, сегодня суббота и не должно брать постели. Действительно, у нас есть упоминание в книге Исход и в книге Второй Законии, что не должно носить своих постелей. Гораздо позднее появляется уже представление о том, после дарования Торы, о том, что вообще ничего нельзя носить по субботе. Самое интересное, что Господь говорит, да, нормально, ничего в субботу носить не надо. Но мы говорили с вами о том, что толкование есть согласно букве и согласно духу. И согласно духу оно идет гораздо дальше и полагается спасать человека, исцелять человека в субботу, даже если это противоречит буквально букве. И это было совершенно нормальное толкование закона того времени. Обратите внимание, никто не упрекает Иисуса в этом случае, хотя в других случаях да, за исцеление. Здесь его не упрекают за исцеление. То есть он сталкивается, по всей видимости, с группой фарисеев, которые согласны с ним, что исцелять в субботу можно. У них есть другая проблема. В субботу нельзя носить нож, и они говорят, сегодня суббота, и не должно брать тебе постели. Он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. То есть исцеленный говорит, вы не можете, потому что тот, который меня исцелил, он на самом деле имеет власть. Ну и естественно, начиная с этого момента, Иисус противоставляет себя в известной степени не традиции вообще, а определенным направлением традиции, я хочу еще раз подчеркнуть, это очень важно. Очень важно, для некоторых может быть неприемлемо, но тем не менее, я так думаю. По моему глубочайшему убеждению, Иисус, наверное, принадлежал к фарисеям. И он, естественно, как и все фарисеи, их по крайней мере было семь различных видов. Некоторые считают семь, некоторые считают двенадцать. Естественно, находясь внутри как бы обойму, он имел полное право критиковать, не соглашаться, что они постоянно и делали. И мы видим, что фарисеи стало со временем, естественно, нарицательным, как слово в русском языке, которое говорит о лицемерах, о майщиках и так далее. Однако оно не было таковым во времена Иисуса. Иисус выступает против определенных направлений в фарисеизмах и придерживается других направлений. Собственно, и Павел позднее называет себя в послании филиппийцам фарисеем в настоящем времени и не говорит о том, что он был фарисеем в прошедшем времени. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Аналогичный спор у Иисуса по поводу соблюдения субботы в Евангелии от Матфея 12 главе с 1 по 8 стих и в параллельных местах у Луки 6 главе и у Марка во 2 главе с 23 по 28 стих. В то время проходил Иисус субботу за сеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. В взалкали интересное слово бросается в глаза некое противоречие между образом проведения в субботу у учеников Иисуса и у фарисеев. В фамудической традиции неоднократно рассказывать о том, что фарисеи проводили шаббат в праздности и наслаждениях. Например, сказал Рави Аха и Раба Тахуна Бен Хаима от имени Раби Йоханнена. И субботы мои освящайте и станут они знамением между мной и вами, чтоб знали, что я Господь Бог ваш. Как их освящать? Едой и питьем и праздничной одеждой, как сказано. Ибо это знамение между мной и вами в роды ваши, чтоб знали, что я Господь освящающий вас. Ссылка на книгу Исход. Надо заметить, что на жителях каждого места лежала обязанность принимать странников и обеспечивать их семь необходимых для трехсубботних трапез. И эта обязанность также ложилась на двух специально назначенных служителей в любой синагогии. Это были габаи. Возможно, однако, что появление Иисуса и его учеников оказалось неожиданностью для местных жителей. И сам Иисус не испытывал голода в данный момент. Мы знаем это из рассказа Матфея. Но вот его ученики, да, у Иисуса в конце концов был опыт, мы знаем, сорокадневного уже поста. А фарисеи, естественно, глядя на учеников и возлегая и празднуя, имея по крайней мере три трапезы, говорят, что это вот твои ученики делают, чего же не должно делать в субботу. Слово, которое используют здесь Матфей или на иврите Матай в отношении срывания колосьев можно понять двумя способами. Это словно ученики срывали целые колоски и выбирали из них зерна и ели или так, что ученики просто выдирали зерна, торчащие из колосков в верхней части колоса. Вот, например, что по этому поводу, насколько вот этот пиль-пуль, насколько вот это вот, я не знаю, может быть, привередливое выполнение или недословное, детальное выполнение считалось нормой в иудаизме того времени. Вот, например, из трактата Мишны Шаббат, удаляющего свои ногти ногтями или зубами, а также свои волосы с головы и своих усов и своей бороды, также заплетающую свои волосы и сурмящую свои глаза и причесывающий, рабе Льезер обязывает принести хатат, а мудрецы запрещают все это ради сохранения субботнего покоя, вырывающий растение из горшка с отверстием подлежит наказанию, а из горшка без отверстия от наказания свободен. Рабе Шибон в обеих случаях от наказания их освобождает. Вы видите противоречие, которое существует среди фарисеев, но на самом деле эти примеры показывают нам насколько дотошными были фарисеи в вот этих вот деталях или срывать уже подоспевшее зерно, вытаскивать или отрывать целый колос. В случае же нарушения, совершаемые учениками, не подпадает под категорию основных работ, запрещенных в Шаббат, но лишь под категорию работ сомнительных. дозволенность. То есть мы видим из этого списка, если, например, на самом деле речь идет, что выдирали зерна в чашу из колосков в верхней части колоса, то тогда нету на самом деле запрета, а есть сомнительный, возможный запрет в зависимости от уровня голода у учеников, в зависимости от того, насколько они были голодны, в зависимости от того, насколько это угрожало их жизни, и по этому поводу существовали противоречия. Кем выступает в данном случае Иисус? Он выступает судьей между одной группой раввинов и другой группой раввинов. Он сказал же им, разве вы не читали, что сделал Давид, когда взолкал сам и бывшие с ним, как он вошел в дом Божий, ел хлебы и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником. Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако не виновны, но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Ответ Иисуса фарисеям, он собственно говоря содержит в себе три элемента. Он начинает ответ с события, которое описано в Танахе, и он, например, в первой книге царств, и дал ему священник святое, чтобы не было там хлеба, кроме хлебов, предложения, которые сняты со стола Господня, чтобы положить хлебы теплые по снятии тех. Это годическая или иллюстрация рассказа. Следующий довод Иисуса основан на методе выведения Аллахи из Торы или на методе выведения правила поведения из Торы, который называется кальвы хомер. Мы с вами говорили уже по этому поводу. Каль обозначает легкое, хомер в данном случае тяжелое или от простого к сложному. То есть логика следующая. Если священник ради служения в храме может нарушать шаббат, то храмовая служба важнее шаббата, то следующий за Ишуа ради слушания его учения тоже может нарушать шаббат. То есть от простого к сложному. И третьим элементом, усиливающим кальвы хомер или от простого к сложному, является Медраж на стих, который мы читали, милости хочу, а не жертвы. Во вот проводятся слова Раби Шимона относительно этого стиха. Милости хочу, а не жертвы, сказал Раби Шимон. Здесь можно увидеть кальвы хомер или от простого к сложному в отношении слов учения, чем занятие благотворительностью и принесением жертв. Как сказано, неужели все сожжения и жертвы желанны Господу? Все эти последнего Медража, все элементы ответа Иисуса складываются в одно целое. Внимание словам Торы следованием за Иисусом более важно, чем благотворительность, ради которой священник дал Давиду хлеба и более важно, чем жертвоприношение, ради которого нарушается суббота в храме. Поэтому вывод дозволительно ученикам ради следования за Иисусом приступать к заповедь субботы. Для меня вот что важно сказать. Некоторые не в меру ретивые экзегеты как бы с шашкой наголо подскакивают к этому месту и просто говорят, что Иисус отменяет субботу, что Иисус конец субботы, что Иисус господин субботы, Иисус без сомнения господин субботы и мессия господин субботы. Об этом не еврейские источники говорят. Просто они выпускают из вида одно обстоятельство, что Иисус не действовал в безвоздушном пространстве. Его отношение к субботе было весьма трепетное. И он, как и многие толкователи своего времени, будучи даже господином субботы, пытается на основании своих же собственных слов о субботе при Синайском откровении, он пытается объяснить народу, где рамки, где границы, каковы методы толкования. Есть огромная разница между отвержением субботы как таковой и низложением ее, и тем, чтобы показать, каким образом можно этим пользоваться. И здесь есть именно в вопросе субботы знаменитая фраза в восьмом стихе «Ибо Сын человеческий есть господин субботы». Естественно, это так оно и есть, Сын человеческий есть господин субботы, но ошибаются те, кто думает, будто Иисус выступил здесь неким революционным утверждением. Это было одно из широко распространенных мнений того времени, что на самом деле не человек для субботы, а суббота для человека. Трактат Йома 85 Б Раби Йонатан Бен Йосеф говорит «Соблюдайте же субботу, ибо святыня она для вас». То есть, он подчеркивает «она для вас». «Для вас», говорит он, «вам отдана суббота, а не вы отданы ей». То есть, то, что Иисус говорит, он занимает позицию в одной из двух равеннистических школ. Одни говорили, что мы для субботы, другие говорили, «суббота для нас». Иисус говорит «нет, нет, нет». Правы те, которые утверждают, что как раз суббота для нас. В одной из своих респонс, это специальная литература ответов, опираясь на фрагмент Талмуда, именно на этот фрагмент Талмуда, один из крупнейших современностей раввинов Моши Файнштейн пишет следующее, я процитирую. «Сказано так же, и будет жить ими, а не умирать ими». И ясно, что не должна суббота привносить смерть в мир, ведь наоборот, смысл субботы в привнесении жизненной силы в мир. И так же ясно, что соблюдение субботы дано нам вместе с разумением выбирать, что служит нашему благу. И ради следования тому, что способствует нашему благу, можно приступать к субботу, если оно несовместимо с соблюдением суббот. И даже если нет уверенности в том, что это будет благом, но лишь некое наше предположение все равно возможно нарушать шаббат ради следования благу. Ибо если можно найти что-то худое в утверждении, что мы не призваны служить в субботе, несмотря на это утверждение о том, что суббота отдано, нам невозможно воспорить. Это говорит современный раввин. Если не знать, что он раввин, то можно подумать, что он христианин. потому что на самом деле Иисус никогда не выступал против иудаизма как такового. Он, как и всякий мудрый учитель, он умел отделять зерна от плевел, и в данном конкретном случае он, собственно, устанавливает существующее, или принимает позицию уже одного из существующих правил по отношению к субботе того времени, то есть суббота отдана вам или нам, а не мы отданы субботе. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. ТВ-семинарии.